Представители политического блока «Победа» направили премьер-министру Дарину Ричану обращение, в котором обращают внимание на серьезную ситуацию в энергетическом секторе и призывают прекратить политические игры и заняться реальными экономическими проблемами. Депутат парламентской группы «Победа» Александр Нестеровский отметил, что подписание договора о закупке электроэнергии у румынской компании «Отказ от услуг Приднестровской ГРЭС» приведет к увеличению тарифа в несколько раз. В первую очередь это коснется социально незащищенных слоев населения, которые так с трудом справляются с ростом цен, считает он. В Румынии тарифы на электроэнергию на порядок выше, чем в Молдове. Помните, чем закончилась история закупок голубого топлива в 2022-2023 годах? Так же будет и с электричеством. Процесс уже начался. Недавно были заключены контракты на закупку электроэнергии из Румынии по свободным ценам более 800 евро за 1 мегаватт, что в 13 раз превышает цену Молдавской ГРЭС. Перед выборами власти всех сил сдерживают тариф на без того дорогое электричество. Но после 20 октября будет удар по счетам. Они вырастут в несколько раз. Как только пасовцы приходят к власти, как только они пришли 3-4 года назад, как у нас взлетели цены на газ в 7 раз, как у нас поднялось электричество в 2-3 раза, как у нас была самая высокая инфляция. И депутат парламентской группы «Победа» Регина Апостолова считает, что Румыния продает электроэнергию нашей стране по завышенным ценам. И что через несколько лет мы потеряем возможность закупать электроэнергию из альтернативных источников. К чему может привести продажа реднорда, фейднорда? К беспределу и, конечно же, самоуправству. На данный момент румыны говорят об этих сделках практически как уже о свершившемся факте. Это означает в том числе сокращение рабочих мест для жителей Республики Молдова, удар по бюджету. С чем связано отсутствие программы по восстановлению энергетической молдавской энергоинфраструктуры? Вопросы, на которые все мы ждем ответа от премьер-министра Молдовы. Также мы просим правительства предоставить четкий план модернизации имеющейся энергетической инфраструктуры. Представитель Блока Победы и лидер партии «Шанс» Алексей Лунгов в свою очередь призвал власти прекратить обнищение страны и молдавского народа и сосредоточиться на развитии экономики. «Псевдоевропейская интеграция приведет лишь к разрушению этого сектора», добавил Лунгу. «Если движение в сторону Европейского Союза это так хорошо и выгодно, то почему потребитель из Республики Молдова должен платить за электроэнергию в несколько раз больше? За электроэнергию, которую можно приобрести на молдавской ГРЭС в Днестровске, которая всегда была одним из основных поставщиков. Они говорили, что являются властью для всех молдаван. А что же происходит сейчас? Пытаемся изолировать молдавскую ГРЭС – достаточно важный экономический субъект как для Приднестровского региона, так и для Республики Молдова. Разве молдаване на левом берегу Днестра не должны развиваться? Разве у экономических агентов оттуда тоже не должно быть курса на развитие? 20 октября вам предстоит решить, хотите ли вы по-прежнему жить в нищете или хотите опять жить в экономически, социальной и политически развитой стране?» Мы запросили комментарии по поводу заявлений депутатов парламентской группы «Победа» у пресс-секретаря правительства Даниэла Воды, но он не ответил на наши звонки и сообщения. Напомним, что ранее румынские власти говорили о намерении расширить свою энергосистему за счет приобретения электрораспределительных сетей на севере Молдовы. Речь о компаниях RedNord и FeaNord. Министр энергетики Виктор Парликов сказал, что поддерживает это намерение и что Кабмин уже готовит обе компании к разгосударствлению. В настоящее время реализуются три проекта по объединению молдавской и румынской энергосистем. Уже начались работы по строительству воздушной линии электропередачи «Вулканешты-Кишинев». Планируется осуществить межсетевое соединение на линии Бельцы-Сучава, а в этом году был подписан меморандум с USAID о строительстве ЛЭП «Страшеный Бутенаж». Отметим, что в последние годы многие молдавские активы перешли под управление Румынией. Например, ряд молдавских банков, газопровод Яс и Унгены, соединяющий газовые системы двух стран. В прошлом году румынские власти выразили заинтересованность в приобретении порта Джурджулешты, что вызвало неоднозначную реакцию среди политиков и экспертов.